Всем привет, сегодня мы посмотрим постройки Фокси. Всем здравствуйте. Постройка, в принципе, очень большая, что я могу сказать. Сейчас моментальную загрузку включу для таких случаев. Ну, не прям целый город, скорее всего, остановка, я бы сказал, и часть домов. Ну, сзади выглядит красиво. О, здесь сбоку ещё красивее. Сейчас я зайду внутрь. Здесь есть стульчики, столько всего, всё рассчитано на всех людей, как будто я прямо сейчас в настоящем автобусе нахожусь. Спасибо. Вот самая проблема была строить, это, наверное, место водителя, потому что вот с этим стеклом были проблемы большие. То, что у них тут стоит стенка сзади, а она бы вот так выпиралась, если смотреть спереди. А вот ещё смотри, он что ли деньги берёт, да? Нет, это просто как игрушка, ну, для водителя. Три кнопки, что они делают? Открывают и закрывают двери. О, давай посмотрим. О, спереди вообще красиво выглядит. Это пятый, да? Пятый, да, едет. Пятый маршрут. Пятый в конец билтубота, да, едет? А, оно, в принципе, и без фиксации закрывает. Ну, значит, видишь, закрылась вот первая дверь. Ага, вторую закрой, которая по центру. А давай последнюю. Тут механизм один из самых простых, наверное, ну, человек даже на телефоне сможет сделать. Ну да, это там два поршня, как в этом военном пикапе я делал. Да. Можно я сяду? Проходи. Давай спереди, а здесь очень близко. Поехали. Двери закрываем. А почему мы так быстро едем? Ну, если я поставлю скорость на 20, он будет ехать, как улитка. Если на 10, ну, то же самое. Тридцатка, ну, минимальная такая тут. Ну, получается, мы сейчас едем до самого количества остановок, если бы до нее еще и доедем. Что вряд ли. Что? Автобус очень хрупкий, но разбирается действительно сложно. И всякое такое. Интересно, как тогда автобус еще до этого времени дожил, если он так... Не знаю. На заводе его так собирали. А, вот. Так, куда мы сейчас едем? Просто демонстрация, как он может проехать. Самая выгодная. У нас уже вся реклама, все сбилось. Ой. У нас воздействие сроки. Меня, водителя, разорвованной части, так что я не знаю, что делать. А, водителя на части разорвала, надо возвращаться срочно. Какой-то опасный автобус получается. Все, я сдаю назад. Не доеду я до конечной остановки. Ну, прям до конечной уже невозможно будет доехать. Ну, с небольшими шансами. Ну, водителя. Ну, знаешь, если осматривать весь город, то тут можно найти даже отсылку на Brawl Stars. Именно что возле вот этой вот пятиэтажки, получается, в зале. Вот здесь я вижу, это отсылка на что? На Brawl Stars или на эмоции вот этой игры, которая здесь есть на уровне... ...с стиральной машины. Это вот эти вот смайлики, скорее всего, отсылка на Brawl Stars. Потому что там есть, ну, и, а че-то так... А как через две пройти? А никак. Че, пока что, даба будут все закрыты. А вот этот можно хотя бы зайти? Нет. Ты никуда не сможешь зайти. А что там внутри? Пустота. Че это тут за дома такие стоят? Тут ничего нет. Ну, если считать, это можно... Новые технологии Советского Союза. Пустые дома. Платишь меньше, получаешь большой дом. Есть скамейка, на ней можно сидеть. Да. Абул. Ну, самое гениальное остановка, которое может быть, это дозвание остановки. Вообще, я хотел изначально сделать внутри Амогуса. Ну, понимаешь, типа, Амогус ездит в автобусе. В этот дом он вообще негодовый. Это наподобие торгового центра. Плать, зайти нельзя, внутри ничего нету. Ну, везде обман получается. А что это за рычаг? А, это типа передача, вот переключаешь вот так. Вообще, с автобусом есть забавный баг, если у него фиксацию отключить. Типа вот так ты едешь, у него колеса отлетают, ты обратно садишься, и он взлетает на небо. Один из забавных багов. На этом наше видео подходит к концу. С вами был Улл Геймс и Фокси. Всем пока.